Четыре месяца назад в центре Караганды произошла авария, в которой погиб 25-летний мотоциклист, байкера со стажем, сбила иномарка. Как уверяют родители погибшего, он пострадал по вине водителя автомобиля. Однако у полицейских возникла другая версия этого несчастного случая. Уже прошло четыре суда, и ни в одном из них родных погибшего Федора не признают потерпевшей стороной. Почему дело оказалось столь затяжным, в следующем материале. Не так давно Татьяна и Федор были самыми счастливыми молодоженами. Молодой человек готовился стать папой. Вот только свое маленькое сокровище он так и не увидел. Вообще первым делом проснулась, когда в роддоме. Телефон взяла и подумала, сейчас ему позвоню. А звонить некому. Трагедия произошла 5 августа. Федор ехал по улице воинов-интернационалистов в сторону театра имени Сакена Сейфулина. В том же направлении впереди двигалась Ниссан Альмера, за рулем которого находился 19-летний парень. Внезапно иномарка повернула вправо, сбила мотоцикл и прижала его к бордюру. По словам свидетелей, смерть Федора наступила мгновенно. Все 10 дней он с родителями к нам приходил и говорил, что он виноват. Он ехал в машине, он ехал с девочкой, хотел погулять, пойти, припарковаться. Он не знал, то ли ему повернуть налево, то ли направо. Ну и не включил поворотник. Он сам признался, что он не включил поворотник и машинально избил. По словам матери Елены Доморадской, после этого разговора все буквально обернулось против них. И в какие бы они инстанции ни обращались, везде нет до них дела. Больше всего родных возмущает то, что вот уже 4 месяца их не признают потерпевшими. А адвоката не допускают к материалам этого залежавшегося дела. Район имени Казбекби от 20 августа о том, чтобы признать семью Доморадских потерпевшими. То есть это мать отца, сестру и супругу покойного Доморадского Федора Валерьевича. Увы, этого не происходит. Супруга погибшего обращалась с жалобой в финансовую полицию на сотрудников правоохранительных органов. Однако там вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против сотрудников Михайловского отдела полиции. Мотивируя это тем, что доводы Доморадских не верны. И только спустя время мать Елену Доморадскую все-таки признали потерпевшей. Мать погибшего Доморадского признана у нас по данному делу в качестве потерпевшей. Мы разъяснили ей права, ее обязанности. Также мы разъяснили порядок обращения в рамках расследуемого уголовного дела. И ее доводы будут проверяться. Аналогично и доводы другого водителя, который находился за рулем. На последнем суде мать Федора Доморадского пыталась доказать, что полицейские собирали материалы неправильно. Уголовное дело завели по факту гибели человека. А водителя, совершившего ДТП, представили как свидетели, а не как участника. Остается непонятным и то, почему только мать признали потерпевшей стороной, а не всех членов его семьи. Известно, буквально позавчера, два дня назад, только мать погибшего, Доморадскую Елену, признают потерпевшей. Отца Валерии не признают, сестру не признают Елизавету и супругу Татьяну тоже не признают. Это тоже, я считаю, что это нонсенс. Такого не должно быть. Адвокат Семидоморадский говорит, что теперь они будут добиваться, чтобы и других членов семьи признали потерпевшими. А самое главное, согласно закону, теперь они смогут ознакомиться с личным делом, которому их не допускали все четыре месяца. Как бы по логике вещей, тот парень, который управлял этим легковым транспортным средством, из-за которого, как утверждает семья Доморадский, как я утверждаю, погиб Доморадский Федор Валерьевич, ему должны предъявить обвинение, должны избрать меру пресечения, направить уголовное дело в суд, так как ни о каком сейчас примирении речи не идет. А когда это произойдет, это, я думаю, вам уже надо спрашивать непосредственно в управлении дознания. По словам адвоката Алмана Каскарбаева, апелляционной инстанции областного суда, прокурор заявил судьям, что теперь делом будет заниматься управление дознания. Однако за эту историю взялся все тот же следователь, которому объявили строгий выговор. Выговор ей объявили по представлению финансовой полиции, раз. И то, что она неправильно и неполно вела изначальное расследование, в этой части также есть постановление о возбуждении дисциплинарного производства самой прокуратуры района имени Казбекби. Мы будем следить за дальнейшим ходом событий, чтобы узнать, кто же на самом деле виноват в этом ДТП. Динара Сартаева, Жуслан Амандыков, Бактер Оспанов, Первый Карагандинский.